На студийных часах 14 часов 9 минут. Дневной эфир Радио Крым продолжает свою работу в студии по-прежнему Диана Муратова и Алексей Давыдов. Ну что ж, мы сегодня уже неоднократно говорили о том, что исполняется 22 января 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара, известного советского детского писателя. В мою бытность, в моем детстве, наверное, каждый ребенок знал, кто это такой и хотя бы несколько повестей и рассказов читал. Сейчас имя писателя несколько подзабыто, в основном чаще вспоминают его внука, который, скажем так, тут наворотил делов в свое время в сфере экономики. Но я думаю, что вот нынешний юбилей писателя хороший повод вспомнить о нем. И сделаем это вместе с нашим гостем, доктором филологических наук, заведующим кафедрой русской и зарубежной литературы Таврической академии Крымского федерального университета Сергеем Олеговичем Курьяновым. Сергей Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Сергей Олегович, давайте все-таки вот первый вопрос, который я уже озвучил в преамбуле к нашему эфиру. Почему же все-таки сейчас Аркадий Петрович Гайдар несколько подзабыт? Неужели те простые какие-то добрые вещи, которые были написаны в его книжках, сейчас уже не пользуются популярностью в народе? Я думаю, что пользуются популярностью, просто об этом не говорится, а забыт он или подзабыт он значительно именно потому, что идеологически в определенный период не подходил. То есть в тот момент, когда начали вот это вот разделять советское и несоветское, то, что можно взять с собой в будущее, то, что нельзя взять с собой в будущее, ну, как всегда, с водой выплеснули и младенца. И Гайдар оказался вот как раз, или точнее его творчество, его наследие оказалось как раз таким, тем самым младенцем, которую выплеснули вместе с личностью Гайдара. Неоднозначный, до сих пор непонятно, до конца неясно, как он вел себя и во время Гражданской войны, и после, кстати, во время борьбы с бандформированиями, как тогда говорилось, и кулаками, и так далее. И все это определенным образом накладывало печать и на него самого, и определенным образом, конечно, наложило печати на его творчество. Ну и отрицая его как личность, которая придерживалась определенных идеологических взглядов, естественно, или определенные идеологи, естественно, отказались, по крайней мере, отстранились, может быть, не отказались, а отстранились от его творчества. Сергей Олегович, ну ведь биограф Борис Камов, биограф Аркадия Гайдара, он абсолютно четко дал ответ на то, ссылаясь на доступ к документам, к архивам, на то, что не было вот того, о чем писали в 90-е годы СМИ и Солоухин в своей книге «Соленое озеро» о расстреле мирных граждан абсолютных. Были заведены дела уголовные, но они были все закрыты. Вот как вы это объясните? Ну, как вы понимаете, человек был предан советской власти, притом безраздельно предан советской власти, поэтому здесь, может быть, сыграл роль этот факт, и поэтому закрыли дела, а может быть, действительно не нашли подтверждающих документов. Для этого, конечно, нужно просто хорошенько разбираться с архивами, поскольку я в данном случае не специалист по творчеству Гайдара, и тем более по личности Гайдара, то я, к сожалению, на этот вопрос ответить могу только вот так вот обтекаемо. Я считаю, что человек, который в своих книгах в дальнейшем выразил то, что он выразил, вот эта вот любовь к человеку, любовь к деятельности, любовь к сотворению нового прекрасного мира, что он, если и совершил какие-то явные или неявные преступления в период, когда было противостояние, то он, тем не менее, делал это, ну, соответственно, по своим убеждениям, а поскольку шла гражданская война, то здесь сталкивались две части народа, и, естественно, между собой, в том числе, там, и семьи, внутри семей шла эта трагедия проходила, поэтому, естественно, что и Гайдар здесь не очень отличался от многих других людей, которые жили в это время, и, естественно, он мог остаться в стороне, но поскольку он не был, так сказать, человеком, который способен был остаться в стороне, естественно, он действовал, действовал сообразно своему представлению о том, как должен меняться мир и что нужно для этого делать. Вы знаете, ну, вот очень многие люди, которые воевали в гражданской войне, они потом, после ее окончания, пришли в литературу. Ну, немногие, но, скажем так, вот литераторы 20-х, 30-х годов, они практически все являлись участниками гражданской войны. Путь их был разный в литературу. Допустим, для того же Николая Островского это была, как бы, необходимость, прикованный к постели, почти ослепший. Это единственный вид деятельности, которым он мог заниматься. Как в литературу пришел Аркадий Гайдар? Все, что я знаю, я знаю только одно, что он просто в начале 20-х годов стал писать. В связи с писательством он так или иначе занялся журналистикой. Он пытался публиковаться, и надо сказать, что его публиковали, по всей видимости, опять-таки, признавая в нем идеологически правильного писателя. И поначалу у него вовсе не было успехов. А потом он нашел вот это вот свое, и это свое оказалось, прежде всего, связано именно с детским направлением в литературе. То, что мы привыкли называть детской литературой. Совершенно особый пласт, который, на самом деле, очень хорошо подходит и детям, и взрослым, но который для детей тем ценнее, что совершенно четко разделено добро и зло. И вот правильное и неправильное. Значит, умное и глупое. Там подлое и честное. И вот это вот, естественно, игра очень, на мой взгляд, очень хорошо действует на растущего человека. И очень хорошо ему дает понимание того, как он должен жить. И не случайно Тимур и его команда вызвали целое движение. Но в общественной жизни, ведь каждый из советских детей играл в Тимура. Да, да. Я себя помню. Мы тоже делали эти штурвалы, эти нитки. И ясное дело, в нашем дворе, ну, никак невозможно было где-то спрятаться. Ветеранам войны ходили, помогали. Да, ходили, помогали ветеранам войны. Ходили, рисовали эти звезды. Ходили там что-то, предлагали там сходить в магазины и так далее. То есть здесь много было сделано. Притом, я помню свою неловкость, как я подходил к этим ветеранам и предлагал. Чаще всего, между прочим, отказывались, потому что они сами способны были сходить в этот самый магазин. А вот кто-то соглашался, ну, то есть человек чувствовал себя героем, совершавшим добрый поступок и гордился этим. И, в общем-то, я не считаю, что это плохо. А как раз наоборот. Главное, что преодолеваешь какие-то свои страхи, какие-то свои, не знаю, неудобства по отношению к другим. Научаешься, в конце концов, общаться с людьми и так далее. То есть тут очень много было сделано. Но вот любопытно, что много идеологического того, что было в 30-е годы в творчестве Гайдара и в «Судьбе барабанщика», и в «Военной тайне». Эти... и шпиономания там явно прослеживается. Но, знаете, когда читаешь это, всё время задумываешься над одним. А вот мы не жили в то время. Может быть, для них это была реальность. Может быть, это была реальность. Да, конечно, каждый день шпионы не встречаются на дороге. Но к кому липнут вот эти самые негативные, так скажем, общественные элементы? Ясно дело, к тем, кто способен поддаться. И вот главный герой, например, того же «Судьбы барабанщика», вот этот самый Серёжа, не помню, как его там...